итак друзья всем привет привет из солнечного снежного колорадо я сижу сейчас на полт фэшн лифте поднимаюсь вверх делюсь с вами этой неимоверной красотой и сегодня хочу сделать такое короткое видео ребят как освоить быстро английский язык и вот вы знаете что я поняла что есть такое такой момент нужно для себя четко разграничивать понятия как есть специальные инструменты для изучения английского языка эти инструменты состоят из там не знаю обучающих видео походов к учителю или записи на курсы просмотре видео с там с английскими и русскими субтитрами и все прочее вот так же самостоятельное обучение слова мультики песенки и так далее об этом всем я уже рассказывала в закладке плейлисты у меня есть папка отдельная называется очень английский так что кому интересно смотрите да он кстати явно заехал лыжник совсем не туда куда нужно вот и второй момент который нужно четко понимать что несмотря на все эти инструменты которые по идее в руках каждого это на самом деле выучить английский язык можно только когда у вас есть супер мотивация для этого вот в этом собственно секрет да да это простая фраза если кто-то думал я ожидал чего-то там не знаю секретного так вот ребята секрет это ваша мотивация и желание и вот если опять же кто-то скажет да у меня это желание я там хожу там и на курсы и смотрю фильмы ла 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 это хорошо скажем так все эти процессы они ускорят ваше обучение языку но пока вас не припечет или пока у вас не сложится такие обстоятельства когда выбора просто не будет вот вот только в таких обстоятельствах вы начнете учить язык просто с я не за геометрической прогрессии по скорости так и сейчас медленно обернусь назад покажу вам красоту и опять же пример из моей личной жизни вот например я сейчас буду 25 января у нас состоится такой event да будет нашей местной церкви организовываться мероприятие называется иммигрант старый телен то есть иммигранты соберутся из разных стран и будут рассказывать историю как они попали в соединенные штаты америки я согласилась принять участие в этом ивенте вот но и для того чтобы естественно выступить с какой-то речью и и верх надо написать подготовить и еще на английском и рассказывать до перед аудитории для зачем я это сделала потому что для меня это челлендж это вот я себя специально поставила в такую позицию когда нет выбора мне нужно готовить речь готовя ее я естественно работаю над произношением да потому что репетирую как я буду все это рассказывать опять же строю предложения какие-то слова подбираю те которые знаете которые не знаю смотрю в google переводчики и это работа и вот что я хочу сказать человек это такое ленивое создание на самом деле что вот если у него у человека есть выбор так вот этом себе не говорил я занимаюсь английским все равно вот это лень или какие-то дела каждодневные они побеждают и ты думаешь ой я сегодня там устал пришел с работы не до английского ладно перенесу на завтра просмотры фильма или а их у меня сегодня много домашних дел там готовить надо убирать лала там за ребенка смотреть все ладно позанимаясь на выходных на выходных еще чего-то и вот так вот и все перенос переносишь откладываешь и так далее а здесь когда у тебя нет выбора ты просто должен идти вперед и опять же вот еще один пример мои друзья сейчас в польше зарабатывают денежку и вот вы знаете мастер крови американская когда услышала гордо что они там делать и говорит ну работает там можно больше заработать чем в украине она так удивилась потому что вот в понятии американцев польша это такая бедная страна хотя я так про себя улыбаюсь на самом деле опять же не хочу свою там родную страну видеть что будем честны друг перед другом вот на самом деле больше сейчас более близко до какому-то евро уровню проживания близко более близко к европе чем наши страны к сожалению так вот они там зарабатывают деньги и конечно тоже первый раз туда поехали на польском естественно вообще не говорили и вот недавно я общаюсь с этой своей подружкой и она говорит говорит я там пошла к врачу то-то то-то потом я у нее спросила это и я ловлю себя на мысли говорю подожди секундочку а как ты с ней разговаривала на гордо польском и говорю вот внимание вопрос как ты выучила язык и опять ответ был точно такой же а выхода другого не было когда ты погружаешься в ту или иную среду вот как она в среду поляков я в среду американцев я приехала в америку у меня не было русскоговорящей среды вокруг все вокруг разговаривали по-английски моя первая работа была только американцы то ты посмотри я была в такой ситуации вот хочешь не хочешь ты там понимай переспрашивай бэкой мэкой смотри как переводить это тебя стимулирует учить английский ну и кроме того да когда ты постоянно волей-неволей даже слышишь то что они говорят естественно ты находишься ну практически там не знаю 12 часов из 24 погруженный в англоговорящую среду и конечно учишь английский я помню мои первые трудные времена hard time когда мне нужно было звонить и какие-то там сделать appointment к врачу или задавать вопросы там по поводу там счет пришел там не на ту сумму и так далее боже какая красота нереально я надеюсь я камеру правильно выставила правильный ракурс ребят вот сейчас пытаюсь даже голову опустить пониже чтобы захватить есть прекрасный вид и я помню это было очень стрессообразно ребят они что-то говорят я не понимаю какие-то слова и не понимаю чем они меня спрашивают я их что-то спрашивание не понимаю да с моим супер произношением что это не хочу это было очень стрессообразно но опять же мораль себас не такова вот пока меня жизнь вот такие условия не поставила мне это надо решить муж на работе у него он приходил с работы до экзоста то что здесь говорится уставший и я тут еще до со своим миллионом вопросов которые ой позвони за меня реши ну некоторые так поступают но я считаю это не вариант обрушивать на мужчину сразу вот тоже столько всего нужно и самостоятельно да как-то немножечко грести и решать проблемы да но тем не менее благодаря вот таким ситуациям я учил английский и вы знаете когда мы штата колорадо переехали ой вернее штата вашингтон штат колорадо где у меня естественно из деревни я попала в город и соответственно у меня стало больше общения больше походов по магазинам это была вторая работа уже моя и третья у меня потом было и четвертая и скажем так у меня стало больше социальной активности все мой английский просто по геометрической прогрессии стал улучшаться и если за первые два года да я что-то учила и благодаря тем инструментом да который я перечисляла в начале видео естественно но скажем так у меня общение особо не было практики не было то вот здесь когда ты погружен в эту среду и у тебя нет выбора или вперед да или ты получаешь работу или ты сидишь дома и непонятно на что живешь так вот когда нет выбора английский учатся ну просто мгновенно но сам вот такой мой ребята сказ и секрет как быстро учить английский желание она конечно должно быть инструментами пользоваться надо но на самом деле пока вас не припечет силу тех или иных причин вы не будете прогрессировать поэтому вот эмигранты которые приезжают в америку ну лично я считаю это мое личное мнение опять же как когда эмигранты эти попадают в русскоговорящую среду да они специально ищет русскоговорящие комьюнити я считаю лично это очень большая ошибка потому что знаете человеку не свойственно выходить из outside the box да все говорят на родном языке тебе все понятно нужно изучить какой-то вопрос вместо того чтобы да там лезть на сайту например как получится шоу security да вместо того чтобы лезть на сайт читать переводить соответственно опять же да это все проблемно нерва стресса затратно затратно по времени но вы прогрессируете да гораздо легче спросить у своих ой там куда идти ойдачу делать то и свои тебе быстренько все расскажут вот поэтому наших искать конечно нужно соотечественников потому что совет он дорогого стоит особенно ну другой стране когда ты находишься вот но вот такое тотальное погружение в русскоговорящую среду она пагубна в том в плане изучение английского и прогресса как ты будешь разговаривать как быстро ты заговоришь и какой тебя результат люди через полгода или через год да ну и пожалуй уже совсем сейчас ближе к концу видео хочу такую короткую историю рассказать я работаю в американском банке уже чуть больше года вот ну и вы знаете я когда начинала это было это был капец я поехала на курсы но обучение до меня банковскому делу этой всей их программе специальной все на английском текст и тесты на английском я там неделю это был вообще для меня от вот но я тем не менее ведь и как-то как игре выплыла и начиная работать в банке боже я боялась открыть рот потому что нужно ведь каждым клиентом разговаривать да хейха улью они приходят к тебе со своими проблемами я не понимаю что не говорят плюс все абсолютно новое новые проблемы рабочие с которыми я раньше никогда не сталкивалась да в общем это был ужас но тем не менее потом еще стала аккаунты открывать где-то через 7 месяцев работы в банке тоже на курсы поехала но там не уже было легче вот и вы знаете вот сейчас открывая недавно аккаунт одному из клиентов он не сделал такой приятный комплимент ребят тут у меня аж прямо знаете я заулыбалась мне сказал а я тебя помню ты здесь начинала где-то год назад я говорю да он говорит вы знаете вы сейчас так хорошо говорите по-английски у вас такой прогресс и вот я прямо гриф правда спасибо и ребят проанализировал этот комплимент я понимаю что да это правда потому что прожив два года в штате вашингтон у меня был очень маленький прогресс но я сидела дома не работала даже если мы путешествовали я ходила там по магазинам или по улицам и не надо было особо разговаривать с людьми прогресс и вот эти инструменты которыми я тоже время от времени пользовалась данный лень человеческая они мне помогали но видите не очень быстро и здесь буквально за год жизни в колорадо и активной social activities до прогресс на лицо вот такой был мой сказ и секрет как быстро выучить любой язык ну а на этом всем пока пока надеюсь видео было полезно интересно ставьте лайки нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео желаю вам прекрасного дня но меня ждет спуск вниз пока пока gopro stop видео